В прошлом году пожар, вспыхнувший в Белозерском лесничестве, уничтожил не один гектар леса. А спустя год на месте выгоревших деревьев уже виднеются маленькие сосенки. Лесовосстановлением данного лесного хозяйства занимается арендатор, который добросовестно растит новые насаждения. В 2021 году весной на этой площади произвели подготовку почвы и посадили лесные культуры сосны. Сейчас здесь проходит агротехнический уход за лесными культурами, чтобы осветить от затенения нежелательной сорной растительностью. Древесина, изготовленная из горевшего леса, уже не считается деловой, так как потеряла свои качества. Для нее найдут другое применение. Без дела не останется. Из дерева сделают тарные и строительные доски. Плюс сырье можно использовать как дрова. Восстанавливают лес не только после пожаров, но и после вырубки, а также на пустых, необработанных землях. За мной находятся лесные культуры сосны. Двух лет они были высажены в прошлом году и будут произрастать здесь до весны следующего года. Далее будут выкопаны и пересажены уже на лесные участки. Это делается для того, чтобы восстановить лесные насаждения, те, которые были срублены в результате рубок. Они, значит, уже поспели. Спелые леса нужно вырубать, а молодые нужно высаживать. Выращивают новые деревья в питомниках близ лесничества. Особой популярностью пользуется сосна, так как дерево неприхотливо к погодным условиям и почве. Сажают также ели, но в меньших масштабах. Лиственное восстановление происходит естественным путем. Местные жители помогают лесникам ухаживать за новыми насаждениями. Восстановление леса идет хорошими темпами. В 2022 году созданы лесные культуры на площади более полутора тысяч гектар. Это 102% от плана. Мы активно реализуем федеральный проект сохранения лесов. Два основных ключевых направления. Первое – это лесовосстановление. И второе направление – это закупка необходимой техники и оборудования, которые участвуют в предотвращении и предупреждении лесных пожаров, ну и, конечно, в тушении. На сегодняшний день в регионе работает 21 лесной питомник. Один из них в Николаевском районе выращивает саженцы с закрытой корневой системой. Кроме Ульяновской области, наши питомники также обеспечивают соседние регионы посадочными материалами. Кирилл Савосин, Даниил Сурков, Управда ТВ.